Субтитры сделал DimaTorzok Так ли это? Однако есть один противник, с которым у Спина будет меньше шансов. Встречайте, Гиганатозавр против Спинозавра. Погнали! Эффективность атаки У Спинозавра был довольно высокий череп, что гарантировало его большую силу укуса в 5,5 тонн. У Гиги тоже был высокий череп, но сила укуса у него уже была более маленькой. Зато череп Гиганатозавра был значительно крепче, чем череп Спинозавра и тяжелее сложен. Спинозавра, конечно, тоже был крепкий череп, но не такой крепкости, как у Гиганатозавра. Зато у Спинозавра была длинная и гибкая шея, что позволяло бы ему наносить больше ударов. Какой-то гадюке. Зубы Спина также были больше приспособлены к накалыванию и удерживанию добычи. У Гиганатозавра они только лишь резали плоть. Плюс у Спинозавра был парус на спине, который был достаточно крепким и защитил бы его позвоночник, а его передние лапы были довольно-таки сильными и вооруженные острыми когтями. Один балл Спинозавру. Выносливость. Гиганатозавр давно уже себя заинтриговал, как довольно выносливый терапод. У Спинозавра был тоже довольно-таки вынослив к жаре и холоду за счет своего паруса на спине, но Гиганатозавр мог тоже быть довольно выносливым. И здесь, думаю, правильнее будет отдать балл Гиганатозавру. Один-один. Пять чувств. Осязание, обаяние и зрение. У Гиганатозавра зрение было боковое, это особо ему преимущества не даст. А вот у Спинозавра зрение, конечно, было хорошим, так как он мог видеть в мутной вазе. Также у Спинозавра был значительно лучший развит нюх. Он мог рыбу за километр почуять с счет своих мини-усиков на носу, усиков-рецепторов, которые помогали ему нюхать значительно лучше. 2-1 в пользу Спинозавра. Физическая сила. Оба были достаточно сильными, но я думаю, Гиганатозавру достается тут балл. 2-2. Размеры. Длина Спинозавра 15 метров. Высота 5 метров. Вес 7,5 тонн. Длина Гиганатозавра 13-14 метров. Высота 4-5 метров. Вес 6 тонн. Некоторые могли весить и 8. Думаю, здесь будет справедливо сделать ничью. Стриттери. Дополнительные способности. У Спинозавра были довольно-таки острые когти. А также он был более устойчив, чем Гиганатозавр. У Гиги же такие у кого всякого нету. 4-3 в пользу Спинозавра. Далее один из самых главных показателей в бою. Маневренность и ловкость. Здесь явное превосходство за Спинозавра. Он маневреннее, гибче. Также его шея довольно-таки гибкая. 5-3 в пользу Спинозавра. Ну что ж, давайте-ка примерно представим, как будет идти битва. Оба терапода будут петлять вокруг друг друга. И будут показывать свою силу. Но Спинозавр за счет своего гребня будет становиться больше в глаза Гиганатозавра. И тот не решит вступать с ним в схватку. Но Спинозавр все равно побежит на обидчика. И сделает то же самое. Спинозавр царапает Гигу. Тот кусает его за руку. Второй рукой Спинозавр протыкает шею Гиганатозавра насквозь. Кричит и орет. И пытается вырваться. Тем временем Спинозавр кусает Гиганатозавра за шею своей пастью. Но Гиге все же удается вырваться. Истекая кровью, Гиганатозавр бежит навстречу Спинозавру. Но тот бьет его лапой. Тогда Гиганатозавр кусает в бок Спинозавра и вырывает оттуда кусок мяса. Когда Спинозавр подходит к Гиганатозавру и наносит финальный удар. Гиганатозавр падает замертво. Таким образом Спинозавр закрепляет свое звание самого сильного терапода на суше. Всем спасибо за просмотр данного видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. На этом все. С вами был канал Живая Планета. Всем пока-пока.